Как справиться с приступами ярости ребенка? У маленького ребенка этот механизм еще не выработался, это значит, что он плохой ребенок или что он всегда теперь будет таким, это берет какое-то время. У маленького ребенка один из возможных причин приступа гнева, что его словарный запас достаточно развит, и тем самым он постоянно сталкивается с проблемой, что он хочет выразить свою мысль или какое-то свое чувство. У маленьких детей очень много чувств, и они очень сильные, они облаждают большим весом, но возможность выразить эти чувства, она очень ограничена. Представьте себе, человек, который не может высказать то, что он хочет сказать, а это внутри у него кипит. То же самое маленький ребенок, он не может это сказать, это кипит, и это тем самым выливается на предметы или на родителей, или он бросается и так далее. Еще одна причина, почему когда приступы ярости, если мы посмотрим в течение дня, это бывает как обычно какое-то время, когда ребенок, например, возвращается из садика или под вечер перед тем, как идти спать. То есть одна из причин бывает, что ребенок очень устал, или одна из причин бывает, что ребенок голоден или он хочет пить. И мамы, когда ребенок был маленький, они старались, чтобы напоминали ему пить и есть, но когда они становятся старше, мамы думают, ну он скажет, если он хочет пить, или он хочет есть, или он устал. Но маленький ребёнок не всегда сам отдаёт себя отчётом, что он устал, что он хочет пить и что он хочет есть. То есть нужно стараться, чтобы он не доходил до такого состояния, что он уже дошёл до какой-то своей черты. Напоминать ему, давать ему пить и напоминать ему есть. И чтобы он не доходил до черты усталости, через которую он уже не может перейти, он теряет контроль над собой полностью. И второй момент, когда он приходит из садика, например, то есть он перегружен эмоциями, он много чего произошло, он хочет это рассказать, хочет поделиться, как-то это выразить. Он не находит слов и он не находит уже внимания, нет кого-то, кто готов его послушать. То есть когда ребёнок защищается из садика, ему надо дать возможность, дать ему возможность высказаться, успокоиться, дать ему несколько минут объятия, общения, принятия, то, что он вернулся домой, что всё нормально. Здесь люди, которые ему рады, которые готовы его выслушать всегда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА